Считается, что современные торговые центры, забитые до отказа дорогими магазинами и сияющими витринами, не лучшее место для духовного роста детей. Однако в дивном городе территории детства, в одном из крупнейших торговых центров Петербурга, помимо покупок, дети могут развиться физически, умственно и духовно. С этой последней целью и связаны выступления здесь Кукольного православного театра «Виноград». Кукольный театр «Виноград» существует уже 12-й год. Коллектив образовался из слушателей свято-иановских, богословско-педагогических курсов, когда энтузиасты решили в игровой форме нести знания о Господе. Всем людям верующим известно, издавна известно русскому народу, что в душе у нас есть сад. И если ты делаешь добрые дела, то в твоем саду цветут прекрасные деревья, в твоем саду наливаются золотые яблочки, поют птички. А вот если ты делаешь дырные поступки, то в твоем саду растут сорняки, потому что цветы уже не могут вырасти в этой сухой почве. Спектакль «Винограда» дарит зрителям незабываемые впечатления, и интересны не только детям, но и взрослым. Если для самых маленьких важнее красочные персонажи и сюжетные линии, то перед взрослыми раскрываются иные глубинные смыслы. Здесь много детишек действительно разного возраста. Конечно, эти спектакли для маленьких детей, не для детей трех лет, может быть, с развитищик лет к пяти, шестилов и так дальше. Ну и для взрослых тоже, честно говоря, я с большим интересом его посмотрела. И действительно, на душе после спектакля стало легко и светло. Так что, в общем, мне кажется, главная задача спектакля будет полна. Спектакль «Чудесные яблочки и леса души» рассказала ребятам о том, что сиюминутные влечения, лень и шапоголизм – плохие помощники на духовном пути. Без корысти, жи и любовь ближним зачастую творят чудеса. Куклы, они хорошо очень, что можно отстраниться, как бы, и на сказание через что-то, через какой-то предмет работаешь. Не глаза в глаза созрительно, а все-таки вот как бы через куклу. А детям это очень понятно и доходчиво, потому что с ребенком играть очень хорошо именно через куклу. То есть, я вот как отец пяти дней, и еще мне, как бы, если это было понятно, и, так сказать, через куклу рассказать с ними сказки, какие-то серьезные вещи философские, притчи. Какой же яблочный спас без подарков? Маленьким зрителям достались не только сочные яблоки, но и детские духовные книжки. Детвора была счастлива, и дай бог, чтобы для многих из них приобретенные здесь знания оказались ценнее покупок их незадачливых взрослых.